Движемся далее. На прогулку с ручным лебедем каждый день выходит жительница Новороссийска. В город она переехала недавно, но уже успела обрести как почитателей, так и врагов. Всех прохожих на два лагеря разделил крылатый питомец. Он гордо шагает по набережной города на поводке. Зрелище крайне необычное. Тем более для новороссийцев они привыкли лебедей видеть в море свободными и требуют отпустить пленника. Возможно ли это и как чувствует себя царская птица на привязи, выяснила Анна Клеева. Принцесса. Иначе свою любимицу Елена не называет. Белоснежную красавицу Скайну супруги Коноплёвы забрали у знакомых циркачей полтора года назад. Птенца, оставшегося без родителей, Елена и её муж выходили, вылечили и оставили у себя. Кормят питомца одуванчиками, определенными сортами рыбы, немного зерна и обязательно послеобеденный массаж лапок. В общем, относятся как к младшему ребёнку. Да, у нас куча пелёнок, это дисциплинирует, это влажная уборка. Ну, рука не поднимается, отправить её в вольер, откровенно говоря. В Новороссийск супруги Коноплёвы переехали из Тихорецка на днях и сразу шокировали местных жителей. Не каждый день увидишь гордую белую птицу на поводке. Лебедь – это птица вольная. И на поводке вроде как-то, ну, это вроде как не зоопарк, не какой-то парк. Этот пример может быть заразительный для других людей. Почему не отпускаете на волю? На этот вопрос Елена устала отвечать. По словам хозяйки, они и рады бы, да не могут. Из гуманных соображений. Жизнь этого лебедя в человеческой семье – не мучение, а благо. Ведь воспитывали Скайну не птицы. И многого она просто не умеет. Если она взлетит, она не сможет приземлиться, то есть упадёт. То есть есть шанс травмироваться. Она не сможет найти себе пищу в природе. Она привыкла, что ей всё в тарелочке, у неё определённая диета. Орнитологи утверждают то же самое. Приучить к самостоятельной жизни лебедя, который с первых дней оказался среди людей и считает их своими родственниками, уже невозможно. Природу ни в коем случае нельзя выпускать. Она станет просто жертвой или человека, или какого-то хищного животного. Лебедь, так же, как и любая другая водоплавающая птица, вполне может жить, конечно, в условиях неволи, если ему предоставить оптимум для его проживания. Единственное, о чём переживает хозяйка, что через два года её Скайна станет взрослой и захочет завести свою семью. В таком случае, шутит Елена, придётся приютить у себя и будущего зятя. Анна Клюева, Александр Брыксин, Кубань-24, Новороссийск.